Всем привет! Сегодняшняя тема туристические наборы времен СССР. Не только для туризма, для охоты, рыбалки, в общем для вылазок на природу. Ну и первый хотел показать такой чемодан. Брал я его из-за вот этого вот мачете, такой знатный топорик. Вот шел в наборе в туристическом. Ну это такой набор, жирный. На 5 персон, вилочки, ложечки, ножи, столовые. Ну это, не знаю, слишком круто. Но он такой, сборная СССР. Столовые приборы завода труд Вача. Такое уже позднее клеймо. И в комплекте еще складной нож. Завода Заря, село Давыдково, нож трехпредметный, основной клинок, консервный нож, и открывалка для бутылок с отверткой. Ну я думаю, мог комплектоваться любым подобным ножом. Но укомплектован именно вот этим. Заточенные на наждаке, так же как и мачете кто-то подточил. Но видимо, пользовались активно этим набором. Хотя может наточил, да не пользовался. Просто чтобы было наточено все. Ну а ничего, удобная сумочка. Только вот еще бы ручка была, было бы вообще шикарно. Без ручки как-то не удобно. Ну если в машину кинул и лежит там, то в принципе нормально. Следующий набор это Харьковский завод металлист. Родной чехольчик. Такой пластиковый. Здесь у нас вилка, ложка и еще был нож. Но очень часто ножей в комплекте нет. Наверное, пользовались отдельно. Поэтому из набора они уходили и уже не возвращались. Чаще всего так и было. Это уже поздний. Нержавейка. Консервный нож. Ну вот, вилка очень удобная. Ложка, думаю, тоже. Опять же нержавейка. Второй предмет, открывалка для бутылок. Отвертка. Очень удобно лежат в руке. Будем искать нож. Мне больше нравится вот этот набор. Не знаю, мне как-то ближе такие наборы. Завод Заря. Село Давыдково. Вот так вот он выглядит. Вот этот вариант мне как-то ближе. Консервный нож. Открывалка. Столовый нож. Которым можно легко порезать хлебушек, колбаску. Вообще не вопрос. И вот такие вот удобные вилка и ложка. Мне кажется, на природе самое то. Опять же нержавейка. Все сполоснул и обратно компактно сложил. Все защелкивается. Вот такая красота. Просто шикарный набор. Дальше хочу показать вот такой вот. Это завод Сокол. Город Киев. Заметно, что башка и хвост вообще от разных наборов. Ну да, сборный. Здесь нержавейка. Внутри плохо я промыл в свое время. Запихнул туда. Похоже собрал он там немножко грязи. Отличный набор. В детстве у брата был такой. Часто брал у него так покрутить в руках. Но пользоваться мне не давал он его. Ушел в армию. Я его так и не нашел этот набор. Он раздарил их там друзьям своим, когда уходил. Вот почему-то отдельно мне попадались такие. Комплект один был полный. Но у него были срезаны плавники, хвост. Глаза срезаны были, чтобы в кармане, наверное, не цеплялся. Но лучше уж вот такой вот, чем обрезанный весь. Это мое мнение. Они, кстати, были разных цветов. Но это вот от набора, от такого же похожего. Только это щука, это осетр. Вот от него тоже только хвост. Головы нет. Это производитель тот же самый. И тоже были разных расцветок. Но у меня, к сожалению, пока только хвост один. Одного цвета. Но не теряю надежду. Дальше хотел бы показать вот такой набор. Ложка вилл. Это уже поздний. Сделан из нержавейки. Алюминия. То есть лайнеры алюминиевые. Предметы нержавейка. Здесь у нас ложка, штопор, консервный нож. Под штопором цена 7,50. И логотип завода «Мосэлектроприбор», город Москва. Ну, почему-то харьковский набор мне удобнее как-то в руке, чем вот этот. Вот нож вообще зачетно. Прям очень удобно. Здесь у нас шило. Ну и вот такая вилочка. Открывалка, отвертка и еще одно шило. Ну вот вилка совсем мне не нравится. Потому что рукоять такая широкая, большая, а вилочка узенькая. Не знаю, мне не нравится в общем. Но как предмет коллекции довольно-таки отличный. Вот такой. Есть павловский сувенир. Жаль, конечно, сломана вот эта накладка у него. Прям блин. Конечно, он поздний. Понятное дело. И они часто попадаются. Но все равно жалко. И такие предметики. Да-да, именно предметики, а не предметы. Чайная ложка. Не знаю, кофейная вилка. Основной клинок. Консервный нож. Открывалка для бутылок и шило. Здесь вот еще в глубине есть такая вот типа антабка. За которую можно повесить на ключи там или еще куда-то. Такой вот странный наборчик. Но если в дороге где-то или на природе совсем нечем поесть, открыть или порезать, то он в принципе сгодится. Вот и ладья Павловского сувенира. Поздний логотип завода. Думаю, найдется еще в хорошем сохране. Видел вот такого цвета и видел еще зеленого. Других цветов не встречал. Ну, еще одна, конечно, неизбыточная пока мечта. Это стис. Набор туристический. Есть только у меня вот отдельные предметы разных наборов. Вилка. Нержавейка. Вот он, стизовский логотип. Москва. Вилка-то не ржавейка, а вот консервный нож с открывалкой. Очень даже ржавейка. Углеродка. Еще вот в такой расцветке есть, опять же, неполный комплект. Вилочка. Ну, тут, естественно, тоже самое. И ложечка. Ну, ложечка немножко подгоревшая. Вон, заметно, как потрепала ее туристическая жизнь. Штопор. Когда-нибудь тоже разживусь таким набором. Встречал просто у кого-то там в сети. Прям в коробке в подарочной. Вообще шикарно. Ну, и скорее всего, прародитель стизовского набора. Это немецкий химель. Это просто шикарный набор. Про него есть отдельный рассказ. Ну, тут, конечно, все шикарно. Такие вот деревянные накладки. Латунные лайнеры. Мельхиоровая ложка. Все такое добротное и качественное. Просто шикарно в руке лежит. Отличные предметы. Вилочка тоже самая. Латунь. Дерево. Но вилка уже углеродка. Такая добротная и очень острая. В руке просто шикарно. Очень удобно. Ну, и нож. Хороший нож. Просто отличный набор. Фиксируется складыванием предметов. Все, никуда не денется. Красавчик. Ну, еще один не менее интересный нож, чем химель. Это вот такой небольшой мультитул. Арабский, скорее всего. Круто закрывается. До фигища всяких предметов. Вот его клеймо. До сих пор ничего по нему не найдено. Есть отдельное видео по нему тоже. Где просил подсказать, кто знает. Но, похоже, никто не знает. Такая небольшая ложечка. И небольшая такая же вилочка. Вот клеймо на вилке. Предметов здесь очень много. Основной клинок. Ножницы. пилка для ногтей и с другой стороны штопор отвертка такой кловорот маленькая отвертка не такая вот развертка такой шикарный мультитульчик накладки у него рог это вот часть латунь сам похоже углерод такой вот зачетный экземплярчик вот можно в руку вот так зажать его даже видно не будет но зато какой функционал отличный предмет коллекции и отличный предмет для пользования где то на природе либо в дороге ну вот на данный момент все мои предметы которые относятся к теме туризма времен СССР ну и как всегда всем отличных пополнений коллекции всем спасибо всем пока удача